В эфире программа «Центр притяжения». Это новости Михайловского ГОКа имени Андрея Владимировича Варичева и Железногорска. В студии Софья Алёхина. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах выпуска. Работаем, как работали. Делаем продукцию, продаем, дисциплину сохраняем, охрану труда сохраняем. В этой ситуации, конечно же, главные люди, главный коллектив. Вызовы, которые нужно преодолеть. Генеральный директор «Металлоинвеста» Надим Ифендиев рассказал работникам Михайловского ГОКа, как компания намерена справляться с проблемами в экономике. Вживую, конечно, их услышать. Не в записи. Это мурашки по коже. Праздник для ценителей классической музыки. В Железногорске с концертом выступил Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова. Классно. Классное мероприятие. Объединяет все команды, все коллективы. К победе по водным дорожкам. Более 350 работников комбината состязались в соревнованиях по плаванию. От стратегии развития к стратегии сохранения производства и трудовых коллективов. Неблагоприятные внешнеэкономические условия отражаются на работе «Металлоинвеста», хотя сама компания под зарубежные санкции не попала. Руководство принимает все возможные меры для того, чтобы предприятия ОМК «Лебединский» и «Михайловский ГОКи» продолжали работать стабильно. Я не хочу делать вид, что ничего не происходит. Ситуация серьезная, сложная. И, конечно же, для отрасли это вызов. Работаем, как работали. Делаем продукцию, продаем. Дисциплину сохраняем, охрану труда сохраняем. Технологичная дисциплина никуда не делась. Никакой расхлябанности не должно быть. Вообще, это не конец света, это всего-навсего проблема и задача, которую нужно решить. Все, точка. Назим Ифендиев подчеркнул, что главная задача сейчас – сохранить коллективы комбинатов, обеспечить их стабильность. И можете всем передать, что никаких сокращений, увольнений в связи с какими-то там событиями, форс-мажорами не планируется. Больше всего заботитесь друг о друге, потому что и о своих близких, и о своих коллегах. Потому что сегодня, как никогда, должно быть ощущение нашей общности, единства, любви и заботы к своим ближним. Не стесняйтесь быть заботливыми. Железногорск – один из городов Курской области, где сегодня проживают беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. Здесь им обеспечили кровь, помогают со всем необходимым. Людям, прошедшим через трагичные события, сегодня особенно нужна поддержка. Работники Михайловского горно-обогатительного комбината помогают не только обустроить быт. На днях для гостей из ДНР и ЛНР провели экскурсию по комбинату, по маршруту промышленного туризма. Начало туристского маршрута – музей истории комбината. Рассказ о том, как осваивали курскую магнитную аномалию. Здесь же можно увидеть первую добытую руду, а еще различные минералы, найденные в карьере, и познакомиться с магнитным ежиком. Притягивается и превращается в такого магнитного ежа, который живет у нас в музее. Я приглашаю всех желающих попробовать, познакомиться. Индустриальные пейзажи для гостей не в диковинку. В республиках есть и угольные шахты, и металлургические комбинаты. В Есиноватой, там, где мы живем, у нас есть машиностроительный завод. В принципе, у меня родители металлурги, поэтому что-то я слышала. Я бывала еще в своем, скажем так, юношестве, детстве, и на заводе бывала, и как бы что-то видела. У меня мама работала на кране, вот, отец у меня и с талливаром, и металлургом, как бы. Поэтому что-то знакомое, но очень интересно, откуда что берется, и откуда вообще это все произвелось изначально. Поэтому, конечно, очень интересно. Гости смогли своими глазами увидеть из сердца комбината «Карьер». Со смотровой площадки огромные экскаваторы и 240-тонные белазы кажутся маленькими, не больше спичечной коробки. Рассмотреть горную технику помогли бинокли. Транспорт большой очень. Я только в игре такое видел, а теперь увидел по-настоящему. Мне очень понравилось, очень увлекательно, много эмоций переполняет. Очень красиво. В трудной жизненной ситуации важны позитивные эмоции. А после экскурсии их у каждого участника было достаточно. Панорамные снимки индустриального пейзажа и селфи у гиганта Белаза пополнили фотогалерею каждого гостя. Дополнительный бонус – именные паспорта промышленных туристов. Екатерина Тимофеева, Елена Точирина, Михаил Непринцев, Медиа-центр, Железногорск. Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Владимира Спивакова вновь выступил в Железногорске. И снова полный зал и несмолкающие аплодисменты. Такой подарок жителям города в очередной раз сделал благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Поддержку гастролям оказала компания «Металлоинвест». Впечатления зрителей собирал Алексей Строев. Впечатляет работа самого дирижера. Его руки, его подача, его эмоции. Он вроде находится к нам спиной, но при этом очень много эмоций и энергии дает зрителю. И это даже вот сядь на заднем ряду, это очень пропирает и доходит до нас. Музыка, для которой нет границ, открыла программу композиции Эдварда Грига из его знаменитой сюиты в пещере Горного Короля. Солирует молодая и талантливая пианистка Мириамна Шерлинг. Программу для турне по городам присутствия «Металлоинвеста» маэстро и его коллектив всегда готовят отдельно. Каждый раз с особым чувством в Железногорск приезжает скрипачка Национального филармонического оркестра Анастасия Хохолкова. В нашем городе девушка провела много счастливых летних дней. Мой дедушка был в первой экспедиции, собственно говоря, он был одним из основателей города. Моя мама здесь родилась, она здесь получила музыкальное образование, она работала в этом ДК, поэтому в Железногорске меня создают очень много. Приезжаю с большой радостью и, конечно, с гордостью, что все-таки мы имеем возможность приезжать в город, играть концерты. И, конечно, не знаю, я вспоминаю буквально каждую улицу, я каждое лето была здесь и вспоминаю этот город в огромной любовью. Во втором отделении зритель услышал оркестровые сюиты из балета Сергея Прокофьева «Ромео Джульетта» и лизгинку из балета «Гаянеа Рама Хачатуряна». Билеты для жителей Железногорска бесплатно. Часть пригласительных раздали работникам Михайловского ГОКа. Получить билет можно было и на сайте платформы «Артак», ну а также через сообщество комбината «ВКонтакте» в виде розыгрыша. Это большое счастье выступать в малых городах. И, конечно, мы бесконечно благодарны фонду Алишара Бурхановича Усманова и филармоническим сезонам российским, благодаря которым это турне смогло состояться. Мы все все понимаем и нам всем казалось, что это очень важно – подарить людям радость в такое тяжелое время. Мы считаем это своим человеческим долгом – не лишать людей прекрасного соприкосновения с чудом, с чудом гармонии. Огромное вам спасибо за этот праздник, который вы нам подарили, за то великолепное исполнение музыки классической, «Знаете, наверное, очень символично, что ваш приезд, он произошел в марте. Вот сегодня вот эти вот солнечные дни, они пробуждаются природа, пробуждаемся все мы. И вот ваш приезд, он точно так же оторвал нас от будней, от работы, от каких-то забот, от тревог и подарил тебе этот праздник». Потрясающе! Очень понравилась музыка, известные композиции, все знаю. И вживую, конечно, их услышать не в записи, это мурашки по коже. За новыми культурными событиями от Фонда искусства, наука и спорт можно следить на сайте арт-окно.фест.ру. Алексей Строев, Вадим Кулешов, Медиа-центр, Железногорск. Более 350 участников – представители всех цехов и подразделений. Соревнования по плаванию в бассейне «Нептун» продолжили спортивный марафон рабочей спартакиады Михайловского ГОКа имени Андрея Варичева. Каким был настрой пловцов, узнаете прямо сейчас. Дистанция на соревнованиях спринтерская – 50 метров. Выкладываться необходимо по максимуму, иначе рискуешь остаться позади соперников. Оператор третьей обжиговой машины Наталья Жбанкова привыкла отрабатывать по полной. Неважно, будь то смена на фабрике или голубые дорожки бассейна. Спортом я увлекаюсь с детства. Я с 10 лет занималась, 5 лет плавала спортом. У меня есть разряд. Я никогда так все бы не болела. Укрепляет и здоровье, и собранность. Детей я приучаю, приобщаю к плаванию. Потому что это как бы разносторонне развивает все мышцы. Отличный пример пользы плавания для крепости мышц машинист-экскаватора Александр Татаренков. Много лет он занимается тяжелой атлетикой. После семьи работы спорт – его главная любовь. Спорт, на самом деле, это вообще неотъемлемая часть в моей жизни. Вот у людей есть всякое разное увлечение, хобби. Для меня это спорт. Я в свободное время плаваю очень много, бегаю. Сами гиревик. Для нас это как бы подсобные виды спорта, для гиревого спорта. И так получается совмещаем и гири, и плавание, и легкую атлетику, кроссы бегаем. Вот так вот я провожу свободное время. А на голубых дорожках много участников, и результаты, конечно, разные. Есть на отсечке 40 и даже 30 секунд. Соревнуются на голубых дорожках бассейна и многие руководители подразделений. Их участие – это дополнительные баллы командам. Результатом доволен, по крайней мере, не хуже, чем в прошлом году. Спорт – это, в принципе, классное мероприятие. Объединяет все команды, все коллективы. Здоровый образ жизни и активность в спорте, она способствует активности на работе. Спорт на Михайловском ГОКе не только про победы и личные рекорды. Во многом это забота о здоровье работников. Хорошая спортивная база помогает комбинату уже много лет оставаться одним из самых спортивных трудовых коллективов региона. Благодаря компании «Металлоинвест» и комбинату сотрудники Михайловского ГОКа имеют возможность в течение года заниматься плаванием. Заключен договор с бассейном «Нептун» и на постоянной бесплатной основе наши сотрудники посещают бассейн. По итогам соревнований победители в первой группе цехов – дружина «ФОК ЖКЗ». За ними – Рудоуправление Третье, АТУ УГП. Во второй группе цехов – лидеры агрофирмы «Горняк». Следом идут ветераны комбината. Замыкает тройку лидеров Центральная электротехническая лаборатория. Алексей Строев, Вадим Кулешов, Медиа-центр, Железногорск. Соревнования еще по одному популярному среди горняков виду спорта гирям прошли на комбинате. В них приняли участие почти 100 работников Михайловского ГОКа имени Андрея Варичева. Соревновались в восьми весовых категориях. Борьбу за победу в этой дисциплине вели, не жалея сил. Кстати, именно стараниями работников Михайловского ГОКа гиревой спорт получил широкую популярность в Железногорске. В городе есть федерация «Скала», где под началом опытных тренеров занимается много детей и подростков. Это не только физическое, но и психологическое, умственное. Например, гиревой спорт развивает не только физическую выносливость, но и включает в себя практически все виды спорта. Это силовая выносливость, одно из упражнений «Рывок». Мы его делаем, это приравнивается к марафону. Это марафонские дистанции, пробежать за 10 минут мы его выполняем. По итогам соревнований в командном зачете лучший результат продемонстрировали силачи объединенной сборной автомобилистов комбината. Вторые – центр «Таир». На третьем месте – рудоуправление. На этом все на сегодня. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова